Книга «Открытым оком». Вопрос 3954. 13 июля 2008 года в Потеряевке было крещение допущенных оглашенных. Было 6 фотографов из Москвы, Новосибирска и Барнаула. Была ли статья в газете? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Статья была махонькая, но с большими ошибками. А вот в интернете выставлены фотографии бывших фотографов Каспришина и других. Цитата. Вернее название. Потеряевка, оконцы в православную Русь. Газета «Алтайская правда» от 18 июля 2008 года, страница 17. Глубинка. Шесть фотографий. Первая. Севастьян Баоры, жена его Мария с детьми на службу всей семьей. Вторая. Вера Дмуха. Дети здесь как ангелочки. Третья. Сено несет над головой на виллах матушка Людмила. На бога надейся, а сам не плашай. Сейчас в деревне сенокосная пора. Четвертое. На качелях журналистка. В Потеряевке есть свой аттракцион. На таких качелях весело. Пятое. Перед крещением на пирсе Валерий Сокольский и отец Иоаким склонился, освящает воду. Отец Иоаким готовится совершить таинство крещения. Пятое. Игнатий на велосипеде среди травы. Игнатий Лавкин ездит по деревне на велосипеде. Кавычки открываются. Лето в деревне – самая горячая трудовая пора. Крестьянину не до пляжа. Здесь и коровку нужно подавить, и сено накосить, и огород полить. И все-таки как хорошо летом в деревне. Пробежишь босиком по земляничной поляне, окунешься в пруду или присядешь в тенек под березку. И на душе благодать. Об удивительной православной деревне Потеряевки Мамоновского района писали уже много раз. До 70-х годов 20 века она считалась крупным селом. А потом ее расформировали как неперспективную. В 1992 году Игнатий Лавкин вместе с отцом Иоакимом с нуля взялись восстанавливать деревню. Игнатий рассказывает. Государство не выделило нам ни рубля. Сначала мы жили в палатках и землянках, потом потихоньку начали обустраиваться. Сейчас в деревне 16 домов. В Потеряевке, как в 19 веке, все держится на натуральном хозяйстве. 35-летнего Игоря Барабаша, хоть и называют фермером. У него 200 гектаров пшеницы, 23 коровы, более 500 гусей. Но живет он не по предпринимательским законам. Например, платит общине десятину. Игорь отучился в Барнауле в престижном вузе. Уверовал в Бога, переехал в Потеряевку. Здесь теперь у него большая семья. Местные называют друг друга братьями и сестрами. А на днях в Потеряевке прошло торжественное событие – крещение. Вся деревня собралась на пруду возле храма. Отец Иоаким по всем канонам православия совершил таинство. Этот день стал праздником для всего села. Дети и взрослые несколько часов провели в молитве за нового брата, за новую Россию. Но, пожалуй, лучше об этой православной русской жизни скажут в фотографии. Наталья Сохарева. Андрей Каспришин. Фото. Неточности. Крупным селом Потеряевка никогда не считалось. Было не более 70 дворов в этом поселке. Отец Иоаким Лапкин приехал в 1991 году. У Игоря 23 крупнорогатого скота, а из них 7 коров дойных и ни одного гуся. Большая семья – это трое ребятишек. Экклесиаст 2.18. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И сразу же почти появились еще статьи в двух изданиях. Дачный клуб. Журнал. Июль 2008 год. Номер 15. Страница 34-35. 20 тысяч экземпляров. Поместили статью «Голуби и собаки». И 12 цветных фото. Эта статья полностью напечатана в открытым оком. Том 24. Вопрос 3682. И тут же статья «Здесь царят любовь и радость». Страница 30 по 33. О нашем детском лагере стане. Статья. «Мы встретились с Игнатием Тихоновичем во дворе его дома. Он держал в руках белую голубку и ласково гладил перышки на ее голове. Во дворе стояла голубятня. Голуби ходили по земле и кружились в небе над головами». «Голуби – это тоже элемент воспитания», – говорит Лапкин. «Действительно, общение с животными, с природой играет в воспитании детей огромную роль. Дети приезжают в лагерь разных национальностей и разных вероисповеданий. Хотя большинство из неверующих семей, но однако, чтобы дети сами хоть немного верили в Бога. Вера не должна быть насильственной. Надо, чтобы лето было в радость. Бывают дети из трудных семей, где есть пьющий отец. Иногда родители потом не узнают своих детей. Так они изменяются. Находясь в лагере, они начинают чувствовать то, чего часто бывает лишены и в школе, и в семье – защищенность. И самое главное – любовь. Мы стараемся создать стопроцентную защищенность ребенка. Относимся к нему с любовью. И в то же время должна быть справедливость. Если провинился, следует наказание. Но дети все понимают правильно, и обид не бывает. Далее статья, или журнал, газета «Два слова», номер 23, скобка 104, 2008 год, страница 25. Статья «Деревня, которой уже не было». Строители храмов, три цветных фото. Статья «Одиннадцатого июня» под Потеряевкой открывается тридцать шестой сезон православного детского лагеря Стана. Прошло уже 17 лет с того памятного майского дня, когда православный священник Иаким Лапкин сошел с поезда на маленьком железнодорожном разъезде под Степный. И прошагав 4 километра среди пшеничных полей, оказался на своей малой родине в деревне Потеряевки. Или точнее на том месте, где она когда-то была, но признанная в начале 70-х неперспективная, прекратила свое существование. Первое время приходилось жить в палатке. Возводили новое жилье с помощью единомышленников и единственной купленной в соседнем селе коровы по кличке Малина. Корова возила бревна, строили пруды и колодцы. Сейчас, наверное, Потеряевка одна из немногих деревень в нашем крае, восстановленная с нуля самими жителями. Главное отличие этого поселения от других – православная община, членами которой и являются все жители деревни. В Потеряевке есть свой устав, запрещающий курение, пьянство и матерщину, а также ложь и воровство. Сегодня здесь построено 16 домов и восстановлен храм, прихожанами которого являются все 48 жителей. Есть своя малокомплектная начальная школа. Недавно был установлен междугородний телефон. Потеряевка, как любое село, держится на выращивании скота, зерновых, производстве молочных продуктов. К сожалению, почти нет своих посевных площадей и покосов. Оторванность от мирской жизни теперь почти не чувствуется. Старшие дети учатся в селе Корчино или живут в Барнауле у родственников или знакомых. Да и в самой деревне с появлением устойчивой связи есть и телефоны, и интернет. Так что батюшка Иоаким при желании мог бы поздравить своего знакомого архиепископа Сиднейского и Новозеландского Илариона, ныне митрополита Нью-Йоркского и Восточноамериканского, с избранием его первоиерархом русской православной церкви за рубежом, не выезжая из своей Потеряевки. Тексты, фото Волобуева, А.П. Далее тут почта электронная. В православном журнале для молодежи Отрак, номер 1, 25-го, 2007-го, на странице 7-ое, фото Безрукого Павла о крещении в Потеряевке. Второе послание Коринфянам 5, 12 Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы, что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Второе Коринфянам 6, 9 Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Порог Я вижу громадное здание, в передней стене узкая дверь, а раскрыта настижь. За дверью угрюмая мгла. Перед высоким порогом сидит девушка, русская девушка. Морозом дышит та непроглядная мгла, и вместе с леденящей струей вносится из глубины здания медлительный глухой голос. О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает? Знаю, отвечает девушка, холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть. Знаю, отчуждение полное одиночество. Знаю, я готова, я перенесу все страдания, все удары. Не только от врагов, но и от родных, от друзей. Да, и от них. Хорошо, ты готова на жертву? Да. На безымянную жертву ты погибнешь, и никто, никто не будет даже знать, чью память почтить. Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени. Готова ли ты на преступление? Девушка потупила голову. И на преступление готова. Голос не тотчас возобновил свои вопросы. Знаешь ли ты, заговорил он наконец, что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь? Можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь. Знаю и это. И все-таки я хочу войти. Войди. Девушка перешагнула порог, и тяжелая завеса упала за нею. Дура! Проскрежетал кто-то сзади. Святая! Принеслось откуда-то в ответ. 1878 год. И.С. Тургенев. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...